ребят всем привет с вами восьмой выпуск дневника пескострущика вы на канале врумикс что у меня новенького я переехал на новый объект он на другом заводе находится воссоединился с бригадой теперь мы работаем втроем немножко полегче я вышел в смены мы работаем два через два а вот сейчас пошел дождь надо чтобы высохли перилки мы занимаемся покраской перилок потому что так получилось что электричество нет и мы не можем воспользоваться покрасочным аппаратом чтобы произвести больше объем покраски вот соответственно сегодня у нас перилки и что могу сказать уже теплее вот так что пойду-ка я покрашу а будут мысли я вам обязательно сообщу второй день смены я покажу что я делаю работа лайковая короче теперь как на как мы работаем сменах да у меня в звене три человека может спокойно меняться да кто-то красит кто-то на услуги стоит потом мы меняемся вот это так получилось что сейчас я стою на услуге после обеда я буду красить то есть я заменю товарища вот это прям реально вот и смотрите что я делаю вот короче перилки которые надо красить я уже начал это делать как видите все мокрое так что пока что надо подождать там находится грунт в идеале в идеале короче эти перилки надо задувать и столетом а потом уже прокрашивать основной краской просечку основная краска красная то есть она перекрывает а пыл который у вас образовался после того что вы красили а перила желтой краски вот ну то есть такие вот установочки видите и надо будет филлера надо будет все это пескоструить и красить вот холодильную установку видите трубки то есть тут душа может разгуляться очень даже неплохо так что пошел ребята протирать металл и красить мы покрасили перилки видите желтой краской красили мы пистолетом и образовался опух вот видите краска а литика на одну то есть совсем качественная барабанок и видите получается такая как паутинка ее необходимо металлоид сметать вот поэтому я этим займусь короче если работаешь на пескоструйки никогда не заказывай штаны потому что у тебя туда забьется дохренища песка а представьте если вы об этом не знали выпиши в бутылочку и хотите переодеться и там вы весь чистый снимаете штаны и понимаете что вся бытовка оказывается в песке в вашем песке поэтому лучше выпрямиться работать в таком положении совет от пескоструйщика ну что ребята новый день я примерно в таком внешнем виде извините за неглиже неполное короче сегодня жесткая работа солнце опять парит а вот я работаю уже в бригаде у меня слегка осип горло горло голос как видите пропадает я короче ездил на выходные домой хотел заснять нового материала но так как голоса нету снимать мне хотелось плохо себя чувствую вот но работать равно надо сегодня короче у меня покраска вот как видите берилки до этого я красил просечку то есть до обеда и мы красили с пистолетами после обедов мы разделились кто-то перешел на пистолет я перешел на валик хотя по сути я должен был стоять на обслуге следить за краской и смотреть за ребятами помогать но так как вы решили работать на результат соответственно задействуемся по максимуму то есть помимо того что я крашу вот эту просечку и вот эту площадку я еще смотрю за краской вот она находится внизу вот видите короче мне отсюда надо смотреть за приглядывать вот таким образом я прокрасил просечку с пистолета теперь валиками закрашиваю перилки почему валиками ну потому что во первых нет 3 100 лет а в третьих пистолетом если ты краешься что падает а пыл везде то надо перри задувать а мы так посчитали что по времени это выходит одно и то же так что лучше я аккуратненько задействую валючек по старинке по дедовски вот ребята ну что я буду лечиться буду работать вы отдыхаете будешь что-то интересно обязательно запишу судя по моему голосу я не хреново таки а хрип и нет и не брал по размеру а просто у меня так получилось что выявили ларингип херово когда пьешь холодное пиво в душ или с баня короче не делайте этой ерунды а вот так что у меня воспалены миндалины и короче мне надо лечиться каким образом я это делаю я покупаю в аптеке хлоргексидин разбавляю его в соотношении один двум с водой и полощу горло таким образом я делаю 45 подходов где-то в промежутке между тремя четырьмя часами между ними двумя-тремя каждый день короче на первый день у меня уже проходит голос на втором он уже возвращается практически в то состояние которое было изначально и на третий день я здоров как бычара вот это также помогает и при ангине понятно что вы идете к врачу да вы вас короче назначают больничную да вы лечитесь вам прописывают антибиотики но запомните если у вас болит горло или у вас к примеру пропадает к хуям голос вам необходимо ликвидировать очаг заражения то есть сделать большой акцент на голосе на горле вот вылечиваете горло соответственно пропадает температура пропадает отечность миндалины восстанавливаются гноники если они там имеются они тоже уходят и вы полностью выздоравливается вот так что я приболел я лечусь все будет топчик ребята работаем развиваемся дальше я завершаю этот выпуск пескостройщиков не очень насыщенный ну тем не менее как то так следующем выпуске мы поговорим о зарплатах сколько можно заработать настройки какие специалисты котируются стоит ли туда идти 2020 и вообще ребят коменты лайки подписки пишите комментарии к предыдущему выпуску ребят давайте реабилитируйтесь я буду снимать за новый интересный материал